Доброе утро! Итак, 10 утра, первый прием пищи. Овсяночка, немного орехов, яблоко, запеченный творог, черный слив и шоколад. Ну и, конечно, кофеек с лимоном. После этого приема полтора-два часа и тренировка. В этом видео я хочу показать примерно, как я питаюсь. Сейчас, в данный момент, я пробую интервальное голодание 16 на 8. 16 часов я не ем и 8 часов ем. Например, даже не например, а как я это делаю. Начинаю я прием, первый мой прием в 10 часов утра. Потом в 4 часа я не ем. Второй прием в 2 часа дня. Потом опять в 4 часа я не ем, вообще ничего, только воду пью. И третий прием в 6 часов вечера. После третьего приема я также ничего не ем, только пью воду до 10 часов утра следующего дня. Вот так получается 16 на 8, интервальное голодание. Я пробую что-то новое, чтобы удивить и организм, ну и чтобы не было скучно, можно так сказать. Но эти три приема пищи я стараюсь есть много. Белка, в первой половине дня углеводов тоже много. Третий прием желательно есть только белок и клетчатку. Не получается, есть и углеводы. Все равно до сна остается много времени. До сна есть нужно хотя бы за 2 часа. Я ложусь в 10-11 и у меня получается 4 часа до сна. Так что это нормально, можно кушать. Если вы еще занимаетесь спортом, то я думаю отказывать себе в чем-то не стоит. Конечно, не переусердствовать, не нажраться сладкого на ночь. В обед можно немного, с утра немного. Вот я сейчас снимаю мой сегодняшний первый прием. Овсяночка, немного яблок, орехов, пару кусочков шоколада, пару кусочков творога запеченного, чернослив, кофе с лимоном. Вот так. В следующий день я могу начать овсянка и яйца. Понимаете? Ну, желательно начинать с овсянки. Свой день. Если вы начинаете даже его с 7 часов утра, у вас первый прием, то все равно желательно начинать с овсянки. Ну и с яиц, конечно. Так что как-то так. Такое импровизационное видео. Сейчас тренировка ног в домашних условиях. Инверталь только одна гантель. Ну и все. Первое упражнение. Приседание на одной ноге с дополнительным весом в руках. Второе упражнение. Выпады. Ногу закидываем на стену. Делаем выпады. Также с дополнительным весом в руках. По три подхода в этих двух упражнениях. Так получается 6 подходов на всю тренировку. Повторюсь. Кто не слышал, мой тренировочный график таков. В понедельник у меня грудь, спина и плечи. Во вторник ноги. В среду пресс. В четверг бицепс, прицепс и опять же плечи. Понятно же, что спина и грудь тоже частично включаются в четверг. Как и бицепс с трицепсом, частично включаются в понедельник. В пятницу у меня также ноги. Суббота в пресс. В воскресенье я еще не включал, но включу пробежку. Утреннюю пробежку. Как-то так. Работаем. День начинается. Я, конечно, просыпаюсь рано. Могу в 6. Могу в 5. Но кушать первый прием я все равно начинаю в 10 часов утра. Даже если я на работе, я беру с собой судочек. Туда все, что нужно. Овсяночка, яйца, зелень какую-то. Клетчатку нужно кушать. Включать клетчатку нужно в каждый прием пищи. Чтобы пищеварение хорошо работало. Не напрягайте клетчаткой. Разные салаты, капусточка, бурячок. Все, все пойдет. Так что работаем вместе. Никогда не сдаемся и двигаемся только вперед к назначенной цели. У меня впереди еще два приема. После тренировки, где-то через час после тренировки. И в 6 часов вечера. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старайтесь после тренировки обязательно. В течение часа покушать углеводов. Чтобы восполнить эту энергию, которую вы потеряли на тренировке. Если вы худаете, можно после часа. Прошел час после тренировки. Или два даже. И можно кушать. Если вы набираете массу, в течение часа желательно. Конечно, не сразу после тренировки еще не отдышались и уже кушать. Нет. Отдышаться, пульс в норму привести. Дыхание восстановить. И тогда можно кушать. Попить водички сначала. Через полчаса 40 минут после тренировки можно кушать. Если вы работаете на массонабор. Так что как-то так. Кому интересно, конечно же, подписка. Конечно же, лайкосики. Ну и комментарии. Что понравилось, что не понравилось. Что изменить, что не нужно менять. Обязательно пишите комментарии. Плохие, хорошие, мне без разницы. Я буду все читать, прислушиваться, конечно же. Делать выводы. Всем удачного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Домашние пельмени, сметана, зелень, семечки и кофеек с лимоном. Обязательно! В каждый прием пищи добавляйте клетчатку. Обязательно! Продолжение следует... 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 Чаёк с лимоном. Жизнь полна позитива. Научитесь видеть его и впитывать в себя. Это незаменимый скилл, который сейчас как никогда нужен всем. Работайте над собой, никогда не сдавайтесь и двигайтесь только вперёд к назначенной цели. Это очень важно, в первую очередь для вас. Пишем комментарии, как такой формат, заходит ли банк, ставим палец вверх, ну и конечно подписываемся. Никогда не сдавайтесь. Never give up. Пишем комментарии. Пишем комментарии. Пишем комментарии. Пишем комментарии. Пишем комментарии. Пишем комментарии. Продолжение следует...